Сегодня в Магнитогорске прошло традиционное рейдовое мероприятие ГИБДД «Ребёнок – главный пассажир». В очередной раз инспекторы напоминают о необходимости пристёгивать детей ремнями безопасности. За неполные три месяца этого года в Магнитке пострадали трое детей-пассажиров. Время рейда традиционно с 7 до 9 утра. Именно в эти часы родители отвозят своих детей в детсады и школы. И именно они по статистике самые опасные. Водители торопятся, подрезают друг друга, не предоставляют преимущества движения и, как следствие, создают аварийные ситуации. Часто в своей вечной спешке экономят даже секунды, причём на самом дорогом, что у них есть, не пристёгивают своих детей. Очередных нарушителей выявляли в эту среду экипажи ГИБДД, дислоцированные в разных районах, на разных участках городских дорог. Водители недовольны, не хочется терять время в разговорах с инспекторами. Возможно, им кажется, что их собственная аккуратная езда – панацея от аварии, а люди, попадающие в сводки новостей и в печальную статистику, ездят по другим дорогам, и их пути никогда не пересекутся. На сегодняшний день на территории города Магнитогорска в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 6 несовершеннолетних детей. Трое из них являлись пассажирами транспортных средств, трое – пешеходами. При этом хотелось бы напомнить о факте дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое было зарегистрировано в прошлом году. В результате ДТП погиб ребёнок-пассажир, девочка в возрасте 4 лет, которая перевозилась на заднем пассажирском сидении без использования детского удерживающего устройства. Подобные рейды в Магнитогорске проводятся с завидной регулярностью. Столь же регулярно их освещают журналисты. Да только воз и ныне там. По-прежнему много родителей, которые не считают нужным посадить самого дорогого человечка в автокресло и пристегнуть ремнями безопасности. Хуже того, эти автокресла зачастую в машинах наличествуют, да только дети всё равно сидят как попало, в том числе и на переднем пассажирском сидении. По словам Нонны Аверичевой, за два часа каждого рейда выявляется от 30 до 40 фактов нарушения правил перевозки детей. Пренебрежением правилами безопасности грешат и папа, и мама. Может быть, штраф в 3000 рублей заставит их задуматься о безопасности любимого сына или дочери, или о безопасности своего кошелька. Татьяна Зайцева, Владислав Гусев, телекомпания ТРУИ.